Приветствую всех ребят, с вами как всегда Сандрикс, в этом видеоролике будет речь об оптимизации OBS Studio Расскажу о тех мерах, которые я выполняю каждый раз, когда настраиваю OBS пользователем Мера нацелена на то, чтобы повысить стабильность работы программы, улучшить стабильность и немного повысить FPS в играх при проведении трансляции, а также локальной записи видео И избавиться от различных ошибок, вылетов и других каких-то потенциальных проблем, которые могут возникнуть при использовании программы Итак, самое первое, это требования к операционной системе В Windows у вас должен быть в любом случае десятка и последней версии, желательно Как проверить версию операционной системы? Комбинация клавиш Windows R и здесь прописываем WinVer Здесь будет указана, собственно, версия Если 18.09 и ниже, соответственно, Windows вам необходимо будет либо же обновить, либо же даже переустановить Что касается Windows 7, то я крайне не рекомендовал бы ее использовать В особенности, если вы стримите через видеокарту NVIDIA По той причине то, что на 7 есть, опять же, ряд функций, которые несовместимы с OBS Они не поддерживаются OBS И самое важное, это кодировщик NBNC H264 New Вот в скобочках New New нам говорит о том, что это обновленный кодировщик, переписанный в рамках OBS Который доступен с 23-й версии и на Windows 10 Самое важное, то что на 7 он недоступен Так что если у вас Windows 7, то вам будет доступен только кодировщик NBNC H264 То есть устаревший Таким образом, FPS при проведении трансляции и использовании кодировщика NBNC в играх вы будете получать гораздо меньше Опять же, влияние до 66% по заявлению NVIDIA Следующим пунктом является установка Visual C++ Для этого переходим на официальный сайт Microsoft И вероятнее всего, но в большинстве случаев у вас 63% операционная ОС Вы можете это также проверить Это если кликните на проводник Этот компьютер правой кнопкой мыши свойства И дальше здесь и будет указана разрядность операционной системы X64 Значит эту версию скачиваем Скачиваем дистрибутив, нажимаем здесь сохранить Дальше запускаем Ну и как видите, у меня установлена последняя версия Мне предлагается исправить Ну, соответственно, нет необходимости обновлять, переустанавливать и так далее В любом случае это сделайте Даже если у вас установлена последняя версия То есть это необходимо для корректной работы OBS Это компонент Windows Далее нам необходимо обновить драйвера видеокарты Для NVIDIA просто переходим на официальный сайт NVIDIA Где указываете просто название своей видеокарты То есть нажимаете поиск И скачиваете драйвера Производите загрузку в установочный дистрибутив Выполняйте инсталляцию Еще очень важно сказать, чтобы версия драйверов была желательна WHQL Значит они были проверены непосредственно самими Microsoft лабораторией И полностью совместимы с операционной системой Касаемо Redona здесь тоже самое по аналогии Здесь выбираете свою операционную систему, ее разрядность И то же самое ищите желательно HWQL Вот Вот эту версию нам и необходимо скачать Также не забывайте, что обновление драйверов можно еще выполнить для NVIDIA С помощью GeForce Experience Здесь переходите в раздел драйверы Проверите наличие обновления Ну через GeForce Experience я и рекомендую выполнять Просто это гораздо удобней Вот и все И раз мы зашли в GeForce Experience Здесь я рекомендую зайти в настройки Если вы не используете Shadowplay, NVIDIA Ansel То есть это различные фотофильтры Которые чаще всего ребята используют Которые играют в Warzone Если вы все это делали не юзайте, отключайте внутриигровой оверлей Теперь касаемо непосредственно оптимизации Windows То есть это такие самые простые манипуляции Которые опять же нам необходимы для того, чтобы немного повысить FPS в играх И опять же для того, чтобы стабильно работал OBS Самое первое, это мы идем в пуск, параметры, система Дальше здесь настройки графики Нажимаем обзор И указываем путь, где у нас расположена OBS Также важно сказать, что OBS крайне желательно Чтобы у вас находилось на системном жестком диске Там, где установлен Windows Не на диске D, F, на каких-то других сторонних Именно в Program Files Дальше здесь OBS Studio Это в случае есть 64-х разрядный ОС BIN 64-bit OBS 64-XE Вот такой вот путь должен быть для XS-шника OBS 64-х разрядной версии И дальше после этого добавляем непосредственно сам XS-шник OBS сюда Нажимаем добавить Как видим, приложение у меня уже добавлено После этого вам будет необходимо сделать это Ну, кликнуть на OBS Studio, который вы добавили Параметры И задать высокая производительность Нажимаем сохранить Назад Дальше следующий пункт Это питание спящий режим Дополнительные параметры питания И здесь задаете режим Высокая, либо же максимальная производительность У меня режим задан немного другой Но по сути это то же самое Это можно сказать здесь высокая производительность Единственным исключением может быть Если у вас только что ноутбук Да, и в частности, если вы используете его в качестве портативного То можете поставить там либо же экономия энергии Либо сбалансированное Но если у вас стационарный ПК То ставьте, конечно же, высокая производительность Либо же максимальная Дальше, что касается непосредственно отключения геймдивиара Идем в раздел игры Запись И здесь все отключаете Если у вас что-то вообще есть И что-то включено Все здесь необходимо будет отключить Дальше следующее Это брандмауэр Здесь в поиске прям пишем брандмауэр Так и прописываем бранд Брандмауэр и безопасность сети Ну, если вообще он у вас доступен Если вы можете здесь отредактировать, то хорошо Дальше разрешите работу с приложением через брандмауэр Так как, возможно, вы выполнили оптимизацию Windows И вообще все нафиг повыпиливали Либо брандмауэром управляет непосредственно сам антивирус Ну, если вы зашли сюда в брандмауэр Дальше здесь вы кликаете изменить параметры Если это доступно Разрешить другое приложение И опять же просто необходимо будет указать путь, где у нас расположен ОБС Ну вот, по дефолту вот этот путь, который я уже показывал ОБС к эксэшнику Нажимаем открыть, добавить Он у меня уже добавлен Поэтому мне его просто нужно найти Меняю раскладку, ищу на О Вот, ОБС-студию И просто вам нужно поставить вот эти галочки Частная и публичная сеть Либо же в сведения Тип сетей Опять же, две галочки, они должны стоять Нажимаем ОК ОК Все Это супер редко, но устраняет проблемы с пропусками кадров сетевыми Хорошо, дальше панель управления NVIDIA Для Radeon показывать я не буду Для Radeon единственное, что вам потребуется сделать Это задать режим высокая производительность там И отключить оверлей Для панели управления NVIDIA Здесь мы заходим в управление параметром 3D И здесь задать режим управления электропитанием Максимальная производительность Это все, что нужно сделать просто для ОБС Я показываю Дальше идем в программные настройки И здесь то же самое В частности, конкретно для ОБС Нам нужно будет задать просто тоже режим максимальной производительности Мы это делаем вот здесь В программных настройках Потому что, ну, возможно У вас там собьются настройки Или бывает такое, что сам пользователь Изменяет глобальные параметры И указывает режим управления электропитанием на сбалансированной да мы здесь конкретно только любой из указываем так что тем программные настройки нажимаем здесь добавить и здесь сейчас если у вас у без ранее уже был запущен то соответственно отобразится если нет нажимаем обзор но дальше пути я думаю вам уже известен программ файл оба studio бен 64 бит б4 точка x нажимаем открыть все и здесь ищем режим управления питания нажимаем режим максимальной производительности а ну и не забудьте нажать и разумеется применить все закрываем теперь не касается непосредственно самой убески локальный диск c program files то есть необходимо предоставить сейчас будет право администратора для корректной и работы бен что 4 бит больше 4 . x а вот такой путь по дефолт еще раз продемонстрирую а кликаете правой кнопкой мыши на бай studio дальше свойства совместимость запускать эту программу от имени администратора это важно сделать чтобы без резервировал для себя определенное количество ресурсов пока в том числе и гпу в принципе по дефолта и ты так работает с 2402 версии но я рекомендую это сделать и сами опять же разработчики тоже это настоятельно рекомендуют все нажимаем применить окей все теперь запускаю непосредственно сама без к единства что здесь потребуется сделать это файл настройки режим расширенный задать высокий приоритет давайте для саморазвития расскажу зачем мы делаем вообще высокий приоритет задаем abs идем в раздел подробности здесь дополнительно у меня еще включена вкладка на приоритеты то есть вот и здесь по умолчанию windows большинство приложений задает обычный приоритет но он же средний приоритет и есть ряд опять же приложение в том числе вот оба и студию который мы задали высокий приоритет и в том случае когда windows потребуется перераспределить ресурсы то есть будет выбор кому в первую очередь выделить ресурсы и cpu например да какой-либо там программе каким-либо программам и соответственно abs будет просто в приоритете то есть первую очередь ресурсы будут выделяться на работу оба и studio поэтому например для игр и каких-то там конкретных приложений мы задаем им высокий приоритет чтобы тогда когда возникнут вот эта ситуация с тем то что недостаточно ресурсов пока windows первую очередь будет отправлять ресурсы для тех приложений которым задан более высокий приоритет по отношению других также еще в ряде исключений для того чтобы повысить стабильность игры при проведении трансляции при использовании bs вы можете в режиме расширенные отключить галочку включить аппаратное ускорение браузера просто попробуйте это сделать если опять же на стриме игра работает нестабильно то есть она работает не так плавно как того хотелось бы можете попробовать отключить нажимаете применить ok и смотрите и последнее что вам также стоит знать то что bs может некорректно производить захват некоторых игр через захват игры и это совершенно нормально потому что игра у вас может работать в полноэкранном эксклюзивном режиме так называемым вот этот режим у нас вот в частности он присутствует в том рейдерс но там рейдерса нормально захватывает bs а например какие-нибудь игры как battlefield в моем случае ассасинской то диссей я использую как раз именно полноэкранный режим вот эксклюзивный когда мы альта боимся до игра у нас именно сворачивается и в этом случае вот как раз именно захват игры он не работает он работает некорректно либо там зависание кадра происходит либо же черный экран в общем что я рекомендую сделать то есть по умолчанию как обычно мы производим захват игры и внизу еще вы размещаете захват экрана то есть если захват игры не будет производиться то в любом случае будет работать захват экрана игра корректно будет работать в bs отображаться еще также включение предпросмотра рекомендую его отключать это необходимо для того чтобы при проведении трансляции в игре у нас более был стабильный fps так что включение предпросмотра но рекомендую вот здесь вот просто правой кнопкой мыши и вот включить предпросмотром вот это желательно отключить на этом все если видео было полезным не забудьте поддержать его лайком всем спасибо за внимание всем пока